We're going to turn to Isaiah 9, verse 7, or 6 through 7. Давайте откроем книга пророка Исаии, 9 глава, 6-7 стихи. It's a very well-known place of scripture. Это известное местописание. Oftentimes we hear it during Christmas time. Часто мы слышим его в рождественское время. But there was a part of this scripture that really stood out to me. Но есть здесь часть из стиха, которая очень сильно обратила свое внимание на меня. And it stood out to me because it showed me a part of God's character. Почему она обратила внимание, я увидела в этом характер Бога. And I wanted to encourage you. Я хочу вас ободрить. With just a part of who God is. Этой мыслью тем, кем Бог является. И эта черта характера Бога. Она для нас. И иногда мы думаем, что нам необходимо сделать для Бога. Это правильно, хорошо. Мы хотим жить праведно. Мы хотим быть верными Богу. Мы хотим делать правильные вещи. Но есть также то, что Бог хочет сделать для нас. И об этом я хочу сегодня говорить. И пусть это вас вдохновит. Пусть вдохновит вас то, кем наш Бог является. So, chapter 9 of Isaiah, verse 6, it starts, and it says, For a child is born to us, a son is given to us. The government will rest on his shoulders. Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя. Чудный советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. His government and its peace will never end. Умножению владычества его и мира нет предела. He will rule with fairness and justice from the throne of his ancestor David for all eternity. На престоле Давида и в царстве его. The passionate commitment of the Lord of Heaven's armies will make this happen. Чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это. And this is the area I want to focus on. И вот о чем я хочу сегодня говорить. The passionate commitment of the Lord of Heaven's armies will make this happen. Ревность Господа Саваофа соделает это. In the previous parts of the verse, There is a promise being made by God for the nation of Israel. Говорится о том обещании, которое Бог сказал народу Израиля. And really for all people. И это для всех людей. And he ends this promise by saying that his commitment, his passion will make it happen. И заканчивая свое обещание, Бог говорит, Моя ревность сделает это. It puts all of the responsibility on God. И вся ответственность, она возлагается на Бога. The only way that this promise will come to pass. Это обетование может совершиться, исполнится. Only because God is committed to make it happen. Только потому что Бог сам пообещал, что Он это сделает. And a few, maybe now, two months ago, Два месяца назад, Пастор Петр проповедовал о том, чтобы не сдаваться. And shared the example that in the very last moments, that's what makes the difference between success, failure, it's right at the end. И Он поделился таким примером, в чем разница между тем, чтобы быть успешным и быть неуспешным. And it's that last few minutes that matters the most. И Он говорил, что именно вот эти последние минуты, они имеют самое большое значение. And as He was speaking, И когда Он в то время проповедовал, It really stayed with me. Я это запомнила. And I started to ask myself, why do we give up? И я стала спрашивать себя, почему мы сдаемся? There's so many reasons. Есть разные этому причины. But one thing I thought about us as people, But one thing I thought about us as people, Is it's not very often that it's only one bad thing that makes us give up. It's not just one thing. It's not just one thing. Usually it's that it's time and time and time and time and time again. Как правило, это что-то одно, потом другое, потом третье. I think most people give up when they already have a lot of failure. Люди обычно сдаются, потому что у них есть предыдущий опыт. Они в прошлом очень часто сдавались. I don't think that people who don't try, That it counts as giving up. They just never tried at all. Я думаю, что люди, которые вообще никогда не попытались что-то сделать, Эти люди не означают, что они сдались. Они даже и не попробовали. They just never did anything. Они ничего не сделали. And so I think that when we're at the point of giving up, Я думаю, когда мы находимся на пороге того, чтобы сдаться, It's usually because we've already given so much. Обычно это потому, что мы уже столько много сделали. And so we say, Why am I still trying? И мы говорим, Почему мне еще что-то делать? Should I even be doing this? Нужно ли мне вообще этим заниматься? Maybe I should just give up. Может быть, пришло время сдаться. And that's true for me. Это относится ко мне. The most common question I have for myself when I want to give up. Самый популярный вопрос, который я задаю себе перед тем, как сдаться, Is what if I'm just not even doing the right thing? Что если вообще я не должна это делать, то, что я делаю? Если бы я делала то, что я должна делать, я бы, скорее всего, уже имела успех. Но я для себя поняла, Когда я задаю вопрос, что я делаю не так? Или почему у меня не получается? Почему я терплю поражение? Почему у меня не выходит? Вы видите во всех этих вопросах, Почему у меня, меня, меня? И я делаю все эти вопросы обо мне. И я делаю это о том, что я могу сделать. И я фокусирую свое внимание на том, что я могу сделать. И так, когда я читала эту скриптуру, Это было, это было, это было новое жизнь. Когда я прочитала это местописание, я как будто наполнилась новой жизнью. Потому что это напомнило мне, что когда я хожу с Богом, Это его обещание мне или его ревность по отношению мне исполнить это обещание. И если его обещание, например, дать спасение, То это ревность Божья, она будет вести меня ко спасению. Если его обещание мне простить меня, Тогда его ревность будет заключаться в том, чтобы простить меня, И чтобы я не верила в то, что меня невозможно спасти. Его ревность, она позволит мне увидеть его работу в моей жизни. И Исайя сказал эти слова, которые мы прочитали, За 700 лет до того, как они исполнились. Почему люди поверили ему? В то время были люди, которые не верили пророкам. Но мы видим, что после того, как он сказал это, люди стали ожидать Мессию. У них было свое представление, как он должен выглядеть. Мы знаем это, потому что когда Иисус пришел, У каждого было свое представление, как он должен выглядеть. Мы видим, что люди верили словам пророка. И я думаю, что это потому, что в этом последнем стихе, что ревность Господа Саваофа сделает это. Они поверили в эту ревность Бога, в это посвящение Его своему слову. Потому что все в истории Израиле было время за время, что Бог вернулся за них, спасает их, выводит их. И когда мы слышим это слово ревность, В английском языке, Люди представляют это слово, как оно похоже на слово любовь и очень близкие отношения. Очень сильные и глубокие чувства. Люди говорят, я сильно увлечен или я ревностно отношусь, например, к художеству. Но я недавно прочитала, Что корнем этого слова ревность Является слово страдание. Поэтому за несколько дней до того, как Иисус был распят, Это время называется страданием Христа. И это слово означает, что Он имел это сильное, глубокое желание пройти через всю эту боль. Это не просто глубокое чувство. Мы видим это на примере последних дней Иисуса. Он страдал. Но мы читаем дальше в Библии Когда Он был на кресте, Он увидел ту радость, которая предстояла Ему. Его желание пострадать Было отражением Его посвящения Так как Он видел эту радость перед Собой. Которая предназначалась для нас, чтобы нам спастись и быть снова с Богом. Он не отверг эти страдания, которые должны были состояться, чтобы мы имели исполнение обещания. Обещание. Обещание Иисуса, ревностное обещание Иисуса Явилось в том, что Он отдал Свою жизнь. И Бог Отец, Он проявил Своё, также Свою ревность В том, что Он отдал Своего Сына. Это не было легко. Ему не было это легко. Там никому не было легко. Там были страдания. Ревность Господа 700 лет они ждали обещания. Это очень большое время. Но никто и ничто не могло поменять того, что должно было произойти. И поэтому я хочу, чтобы это было лично коснулось вас. Бог ревностно относится или посвящен тебе. Это не закончилось на кресте. Это было, где оно началось. Это было, где Его предназначение продолжалось. Это началось даже перед крестом. На кресте этим все не закончилось. Оно началось еще до креста, и оно продолжается. Божий план был с самого начала. И до того момента, как вы приняли Его своим Спасителем. И до того момента, когда мы встретимся с Ним. Он ревностно относится к тебе. Он посвящен тебе. Он смотрит на тебя и видит тебя. И Он хочет знать тебя. Я думаю, что множество из нас очень сильно любят Бога. И мы хотим сделать все возможное, чтобы жить жизнью, которая угождает Ему. Но я думаю, что Бог позволяет нам сделать. И перестать смотреть на то, что мы можем сделать. Я думаю, что Бог хочет, чтобы мы воспринимали Его как ответом на все наши нужды. Для чего нам видеть Его таким образом? Потому что Он имеет ревность о нас. Он заключил завет с нами. И иногда у нас проблемы с тем, чтобы быть верными Ему. Но Бог не отворачивается все равно от нас. Римлянам 8 глава. Там есть местописание. И там говорится о том, что ничто не может отлучить нас от любви Божьей. И там идет перечисление список множества вещей. И я не думаю, что это весь полный список. Это просто идея. Это пример. Как глубина любовь Бога для нас. Для нас это дает просто общую идею о том, как сильно Бог нас любит. И все, что Он пообещал в Своем Слове, это произойдет, потому что Он так сказал. Его ревность к нам Бог очень хочет, чтобы мы видели Его таким, каким Он есть. Чтобы когда мы будем читать Писание, мы будем принимать то, что в Библии, и будем принимать это как для нас, относящимся к нам. Когда Писание говорит, что ничто не отлучит нас от любви Божьей, то мы это воспринимаем не просто как какая хорошая идея, но это истина. Это обещание. И когда в нашу жизнь приходят обстоятельства, когда сомнения приходят, я думаю, у каждого из нас есть свои сомнения, то, что мы слышим в своей голове, чтобы быть способными взять Божье Слово и победить эти сомнения, которые нас одолевают, победить Его Словом. И еще, о чем мы можем спрашивать себя, почему Бог такой посвященный или ревностно относится ко мне? Почему так глубоко Он беспокоится, заботится о людях? Для себя я осознала следующее, и у меня нету более лучшего ответа, чем вот этот, Бог ревностно относится ко мне, потому что это то, кем Он является. Вы не можете разделить Бога в этом. И Он, Ваше предупреждение, Библия говорит, что Он не имеет никого больше, чем он подсказать, чем Его самим именем. Я думаю, что когда мы начинаем видеть Бога в таком свете, как того, которому можно доверять, тому, который верен, и нет никого, кто был бы более сильный, и кем бы мы могли клясться, тогда мы бы Его Слово воспринимали более серьезно. Следующее, что я хотела бы еще сказать, is just to speak about how God showed His commitment when Jesus came back, как Бог проявил свою ревность или свое посвящение в момент пришествия Иисуса. Because after Jesus resurrected, после того, как Иисус воскрес, He revealed Himself to the disciples, Он открыл Себя ученикам. And He didn't just reveal Himself and say, Here I am. Он не просто открыл Себя и сказал, Ну вот, Я таков. But if we read the times when He appeared to the women and the men, that He came to them specifically for what they needed from Him, that He understood how He left them, and all of their own thoughts and ideas until the time that He came back, and all of their own thoughts and ideas until the time that He came back, He came back to give them an answer. And He came back to give them an answer. I think about Peter, Я думаю, например, о Петре, who last thing He did was rejected Jesus. So when Jesus comes back, the first thing He does is He accepts Peter. He closes that loop. He comes back, He's committed to Peter. Он возвращается к Петру и он отдает свое посвящение ему. And He says, Peter, I'm not going to let you walk away. Он говорит, Петр, я не дам тебе уйти. Thinking that you've rejected me and that's the end. Думая, что ты отрекся от меня и это конец. I'm going to come back to you and I'm going to accept you. And the disciples who were going to Emmaus, they walked out He said, I'm not letting you go. Он сказал, я не дам вам уйти. I'm bringing you back. Я возвращаю вас. For Thomas, например, Фома, Thomas said, I won't believe until I see him and I can put my hand in his wounds. Он сказал, я не поверю до того момента, как я не вложу свои пальцы в его раны. And Jesus didn't get angry at Thomas for this. He understood the struggle that Thomas had. He understood the struggle that Thomas had. And he was willing to listen to Thomas' doubt. He came back for Thomas. He said, okay, you need to see my wounds. Thomas, I'm not letting you go. I will let you see those wounds. If that's what you need, I am committed to you. that's who Jesus is. That he can see each person at their need. And those things that try to separate people from him, and those needs and God. His commitment says, I will fix it. I will show you what you need to see to believe in me. His commitment says, I will show you what you want to see to believe in me. There are so many examples of the people he came to. There are so many examples of the people he came to. And why did he come back to them? Based on the scripture, I've decided it's because he was committed to them. I've decided it's because he was committed to them. They weren't just his disciples for the time that he was on earth. They weren't just people to walk around him while he was doing what he did on earth. They were not just people who were walking to him, until he did his service on earth. Jesus always saw the whole story. Jesus always saw the whole story. He saw everything from the moment he called them until the very end he was committed to them. He saw everything from the moment he called them until the very end he was committed to them. What kind of a God does that? What kind of a Savior seeks people out individually? What kind of a Savior could each of us see individually? Personally? Just to show that his love for us, for them. It's the kind of Savior that's willing to suffer to death to show his commitment. to show his passionate commitment. So what can we do now? I think that we can allow ourselves let ourselves allow ourselves to trust, to believe God. I know it sounds so simple, but imagine for yourself this situation. Many of you have kids. I think all of you have kids. Not all. but you know the feeling when you let your child do something. You know the feeling when you let your child do something. And they say, Mom, I want to make my own breakfast. and so they start doing it and you're standing here and you are just itching to fix something. They're making a mess. They can't pick the something up. Or they can't cut it. or they can't cut it. You know they don't have perfect ability. You know they don't have perfect ability. And so sometimes there's a strong urge to want to get in there and start touching. And I think that sometimes we are like that towards God but that we are like that parent. I think that we are like that parent saying, God, I will trust you. I believe you will make it happen. But I have this way to do it just in case. God, I believe you will send the right person to me. I need help with something. I know you will send the person. but first let me call everybody that I know. And if they say no, then I'll wait for the person that you'll send. and I understand that we want to make things happen. And I understand that we want to make things happen. But I'm learning to believe that but I'm learning to believe that my God is big enough to make it happen. that He can to make it happen. And sometimes sometimes there isn't anything for me to do but to trust Him that's what I need to do. Every circumstance is different. But I ask God for wisdom to see when sometimes it's not for me to start getting involved. and the other thing for us to understand God's commitment is to not forget the Israelites had a problem that they always forgot what God did for them. Generations passed. They didn't know what happened before. So they didn't know who God was. So they didn't trust Him. They would fall into sin. He would rescue them. They would promise never to sin again. generations passed and they forget the same is true for us still today. This is why prayer and testimony together are so important. I really depend on prayer and testimony. Prayer is amazing. But tell me what happened after you prayed. did anything happen? Then keep praying. Or at least tell me what happened. Why pray if you're never going to talk about how God answered? If you're not going to wait for God to answer? We need prayer and testimony. in our lives we need to pray. The prayer because testimonies they help us to remember. When we свидетельствуем we remember. that's how we know that God is still working, who He still is. Of course we have scripture, we know who God is. but the testimony it shows us that God is who He is today. But our witnesses they show who God is today. It's hard to forget who God is when you are able to see what He's doing. It's hard to forget that He's committed to you when He's answering your prayer. I've grown a lot in my own prayers. I pray about everything now. I wish I could ask Stas to remind me but there was there was something I prayed about recently. I think Stas me and it was so unimportant. Oh, you know what? I remember. I remember. It was for my wedding day. I did pray about the weather. I wanted it to be cloudy. I wanted it to be in the low 70s. I wanted it to be in the low 70s. I didn't say at all. I didn't say at all. But it was a cloudy day. But it was a cloudy day. There was a cloudy day. In the low 70s. There was 70s. And the rain sprinkled just a little bit. Just enough. Just enough. and I used to think that when people prayed about weather, it's a silly thing. It's a silly thing. But I really am learning that God is committed to me. There's nothing silly to him. And even more than this, if even what I prayed for didn't happen how I prayed for it, even what I prayed for didn't happen how I prayed for it. He's still committed to me. He's still heard me. But it went a different way. Then that's because he knows better than I do. And because he's committed to me, he won't allow for my lack of wisdom to ruin what he has for me. he doesn't allow for me. He doesn't allow for my Люди больше делились свидетельствами. Я не могу поверить что мы все христиане здесь, и Бог не делает ничего в нашей жизни. Я просто не верю этому. Бог не таков. Он производит свою работу для кого-то где-то в свое время. И я очень бы хотела, чтобы они нам рассказали. Для вашей пользы и также для тех людей, которые вокруг вас, делитесь свидетельствами, чтобы мы помнили Божью ревность. И если у вас даже нет может быть какого-то свежего свидетельства, мы можем все посмотреть на прошлые дни, когда мы были спасены. Мы можем посмотреть на это с тем же взглядом, с той же радостью, что Бог для нас сделал в тот момент. до того, как ты даже еще его познал, он уже был посвящен тебе. Писание говорит, что он послал своего сына за нас в то время, когда мы были еще грешниками. Наше спасение, оно воистину чудесное. Это чудо. И оно никогда не потеряет свои силы. И то же самое, то, что мы можем использовать наше свидетельство, чтобы напоминать нам о том, что Бог сделал. Как Бог привел вас к себе, как Он вас спас, это также хороший способ, чтобы другим людям показать, как Бог посвящен тебе. Он не забыл о тебе. Он не игнорирует тебя. И у Него есть сила, чтобы помочь тебе. Поэтому не сдавайся. Отпусти и перестань делать все самому. дай время для Бога. Он Господь Саваоф. И Его ревность произведет это. Спасибо. Спасибо.